друзья всем привет из нашего жаркого июньского южного сада сегодня у нас необычный выпуск сегодня по саду приглашаю вас на прогулку вместе с нашей гости с нашей подписчицей с нашей леночкой который сад вы все видели и вот сегодня лена сделала нам сюрприз и приехала к нам в гости всем здравствуйте и первый раз вот увидела сад своими глазами в живую да поэтому сегодня лена будет рассказывать свои впечатления своими глазами сад намного интересней и совсем не такой как вы смотрите по видео ленты сказала сильно отличается очень сильно отличается очень сильно совсем не такой как по видео вообще не такой своими глазами это совершенно другое видеть вблизи вот они эти растения которые мы видим по видео и катя нам показывает а тут все своими глазами эти клёны эти падубы цветущая магнолия и криптомерии вот они и все можно потрогать и все ну совсем по-другому теперь я вам экскурсию проведу вместо кати своими глазами и глициния цветет и лилии цветут и и магнолия ой посмотрите выше меня роста какие приросты действительно большие обалдеть величина а это вот вот можно все потрогать можно посмотреть из клумпиа огроменное дерево и уже светет как все здорово вот она колонна одна и вот она вторая классно все так здорово оно тканец как я себе хотела нуткаться но я не представляла что он вот он живой и такой и тоже такой красивый обалдеть обалдеть вот так я вам экскурсию провожу посмотрите какая красота все такое сочное листики молоденькие яркая ну лето все цветет лена попробуй найти траву в этом саду мы будем смотреть на цветы климатисы обалдеть очипки посмотрите кашпо как цветут красота же для не обчел сколько кошмар ой и букву это смотрите приколор пожалуйста и вот катина кашпо вечная которая с суккулентами стоит который она нам каждый раз показывает теперь я на него смотрю болотные гибискусы аромашек целое поле и где-то я еще видела другую ромашку там дальше а вот вам пожалуйста ленкаранская акация летний шоколад красивый до летний шоколад скажи что он как бы не коричневый да вот такой бордовый бордовый листья бордового цвета прям винные какие-то вообще сказать что они шоколадные если вот так посмотреть сквозь солнце сквозь лист на солнце то шоколадный бордовый но очень красивый калина какая листики прям вообще катерю любит до зелень и примут на ощупь такой шершавая все морщиница действительно машины стаканил на обалдеть вы смотрите как какие помпоны а вот это вот ребята живую совсем по-другому а вот кровохлебка катя у меня ее брала долина а вот и катя ну как леночка получается получается по твоему саду здорово это всегда так интересно так сейчас лена перекрыла все клематисы все мать и посмотрите какой клематис как у тебя ощущение вообще сюрприз такой приятно когда приезжают гости и всегда интересно вот видеть когда человек первый раз видит сад а до этого видел его на видео да и всегда но в живую же еще идет вот этот контакт в живую растение до лена и узнала год она а вот за эту хост и и у тебя хотелось спросить это хозьганщийся ручки вот что я взяла как микс но она мне понравилось я помню что у тебя такая была а вот китайцы которые пахнут помните сведе до кайзука пахнет китайцы пахнут он не только пахнет он еще сеется и не знаю что там китайцы которая да это который тоже ты мне покупала красивый клен а сюда посадила как это моя попытка номер два йокогама до крипто мере йокогама у меня росла в прошлом году а потом тоже было много шуток что у тебя есть йокогама уже нет вот опять есть буду еще раз пробовать но в этот раз посадила в такую полутенистую зону и буду смотреть как она на нашем вот кубанском солнце частично подгорит не подгорит и здесь да видишь здесь у меня феопогончик сейчас цветет в это знаете вот отсветет и вот он завяжет вот такие семена бусин можно потом будет посадить тыкать сюда попробуй а недавно пересаживала вот еще два там маленькие у меня их там не видно было я их все вот сюда в эту зону пересадила в общем то такая история была знаешь у меня оказывается скоро это бразды правления садом будут отняты я так понимаю младшей дочери она мне тоже проводила экскурсию да такая знает все разводы выбрала один и сказала посадить вот сюда а мне хотелось рассадить еще там в одно место его отсадить ну и мы вроде как с ней посадили я знаешь такая она отвлеклась я пошла вытащила его пересадила куда хотела сама и через 15 минут дикий крик отсюда сюда где мой цветок мне пришлось пересаживать назад да это березка классно такая мягкая пусть такие листики у нее листики ну чем не японский клен по-моему вообще даже еще интереснее я не знаю как она тут бедная выживает этом горшке у меня но не шумала например у меня не выжила такая прижилась вот я и тут тенистое такое местечко и зимует вообще вот как посадила так она тут в этом горшке у меня обитает инжир в июле первая волна пойдет я так думаю а видишь сеется везде я тут специально себе этой чернушки натрусила семян я вижу я чтобы видео вижу что чернушка везде а сейчас розы цветут обалдеть до видео больше всего понравилось мне все понравилось мне все понравилось быть какой-то раз я же сказала что своими глазами видеть это это совершенно другой вид когда до видео и когда ты это все смотришь живую это абсолютно разное а сейчас на кубани еще вот началась волна цветения кампсисов и у меня кампсисы тоже двух сортов вот этот здесь кампсис будет свести первый раз в этом году у него видишь даже бутоны какие-то заостренные и листик у него более мелкий ажурный вот он на столбе у нас кампсис а вот там обычный видишь обычный вот у этого цветок должен быть в два раза крупнее вот я жду прямо какой он будет до бамбук разросся вот все забываю название вот этого цветка который тут сеется гелиопсис да да он сеется сеется тут все было вот это все был просто от сплошной гелиопсис крупные цветки я скобиоза да как красиво цветет и у нее такой красивый да прям сиреневый оттеночек на контрасте делала а здесь видишь как разросся смотри какие тянет он мягкий на ощупь да хвойное дерево ну совсем не хвойное да такое нежное нежно а вон видишь там другой это нутанс посадила это восходящий слушай все на наш голос у меня на мой голос всегда лягушки отзываются здесь чернушка тоже расцвела да ты знаешь это у меня ушка отлетела и я его тут подсадила и он тут цветет слышишь голос это голос хозяйка подала голос называется лягушки тут же подхватили здесь тоже подсеялся оставила вот все было один сплошной гелиопсис все вырывала оставляла тут по чуть-чуть ну вот мы дошли до берега да пойдемте посмотрим на здесь вы стригла березу вся была до низа уже до пола и я ее так на зонт ой здесь у меня все в траве заросло еще ничего не убиралось вот цветут кампсисы да я смеюсь в зонах отдыха успеваю только порвать траву то в одной порвала зоне отдыха то в другой покорвала вроде как и отдохнула душу и телом и вода так хочется туда а водами да вода теплая нырять вода теплая лягушек много вода поднялась видишь камыш все заросло тут здесь эти гибискусы у меня на черенкованные вот их много они уже с бутонами то я хочу потом чтобы были большие кусты и мне вот тут с двух сторон получается вот это все прикрывали и все сожрано и слезняками у нас такая же песня ну-ка по два месяца лили дожди слезнякам улиткам да все в этой отраве от них она что было что нет отравы нет и слезняки есть да ну как лена тебе прекрасно просто вот это ирга да ирга да маленькая она кстати привитая на боярышник я брала до боярышник снизу простреливает периодически я отрезаю вот она получается из-за этого растет деревцем они кустом потому что привита зверобой доцветает до красиво уже видно что да так набивается а вот не вяники видишь тоже вот этот вот рваная ромашка ею да такая красиво прямо а это видишь как махром более низенькая до махровая уже гусеницами сожраны инжир весь но уже не хочу его прыскать потому что уже скоро кушать да уже ну что делать буду делиться с гусеницами а вот в эту зону посадила болотный гибиску с черным листом давно хотела себе такой сорт набрала тоже свет какой не знаю вот очень самой интересно какого будет цвета но лист конечно прям красивы и видишь молодые выходят прям аж блестящие такие листики да приезжайте кати в сад да на треть своими глазами обалдеть туевик да вот такой вот видишь они тут волой тени а это зеленый да из-за того что тут такая полутенистая зона они тут прям неплохо да свеженький зелененький прям такой да вам видишь внизу хаутюня цветет их корни от ирисов везде выкопаны не успела подсадить а вот это корнус коза вот этот белый который будет свести не цивил но уже видишь у него скелетные ветви пошли уже я надеюсь может скоро в ближайшие годы очень бы хотят а это я посадила мелкий вей другой более мелкий цветочек но должен более рясно так цвести а вот калина помню что он не взяла да такое тоже выбрала и перезимовала одна у меня канна да обычно вымерзают это смотрю вышло да вот здесь распаковывала посылки до печечка сейчас на берегу я помню лена так запаковала что я уже как в детстве уже ходят а быстрее раз записываешь ты не записываешь говоришь лишнего подожди не записывай не обращай внимание на свои бурьяны это никому не интересно и бурьяны и твои непосаженные рисы нормально нормально а потом какая-нибудь напишет а так уже видели они видели они не поняли что это лежит живые люди на что делать на как без бурьянов суши обманывает всех да тут это днем и ночью вроде стоишь на четверейка с теми бурьянами через два дня опять все в бурьянах олеандр смотри как цветет очень цвет такой красивый вот этот вот единство назад надо будет на зиму в горшок ну либо поликарбонаты под затеплять не твой муж сколько ему строить этих коробков каркасов укрытий это гордость я ему зато всегда говорю что вот ты знаешь вот никто не может а ты вот можешь и делаешь и вот поэтому у нас такой красивый сад я бы сама не смогла грунте конечно вот этот сорт он чем еще классный что он вот в основном но это обгорел просто цветочек он сбрасывает его и нет а вот такого вот эффекта когда вот есть бледно-розовое сердце когда они тут же вянут и получаются такие соцветия полуповявшие а здесь получается что всегда вроде как красивый такой яркий да и здесь откликаются видишь ему лилейники все тоже яркие и вот вот уже болотные зацветут уже хорошо видишь как сформировались бутоны да это твой беленький который ты мне дарила вот они беленькие шарики но не да мне они нравятся я оставляю их вот насколько они могут долго выстоять они у меня как правило еще потом а монарду показывали даже понюхала очень пахнет видишь какой высокорослый до сорт да видишь скумпия как цветет прямо такие облака да у неё кипарис до аризонский он и сейчас светится далее она я ее решила не снимать думаю каждый год вот это снимать нам надо теперь вот единство когда его пристригают теперь очень ювелирно приходится душе с гирлянду перережу а так она днем и не видна вечером вечером у нас опять новый год да надо пересадить в горшочек побольше и так все знаешь запасаюсь водными растениями думаю когда берег начну формировать да да вот так вот так что они кстати очень пахнут да вот бачка ты знаешь не они кстати пахнут вечером вот это лилия ночная вот вечером начинается прям сильный сильный аромат я заметил бывает дневные глициния видели что повторно цветет сейчас а вот в прошлый раз показывала только посадила красивый очень и добавила смокота побольше вот она как поперла да прям хорошо пошла перезимовали калы вышли тоже те или уже не знают в прошлом году не цвела она у меня но зато листья были огромные и вот еще одна вот это должна другого цвета быть там розовая лена знаешь что я тут кстати клен у меня прибаливать начал вот этот широсаваном я его уже фундазоль чекам пролила и вон слизней там протравила видишь сколько дохлых вот отсохла внизу ветка я испугалась это привикур купила сразу думаю буду проливать потому что я знаю у нас в группе есть александр у него вообще нереальная коллекция кленов привет александр я знаю вы смотрите нашла привикур наконец-таки пока нашла этот фасил алюминия в каком препарате смотрю уже расшифровали в группе сделаю обработку вот испугалась ужасно потому что одна ветка начала просто обсыпаться резко чуть-чуть поменяла цвет но в принципе сам весь ничего здоровенький но думаю я профилактически его лучше пролью друзья еще спасибо вам за рекомендации вот спасибо что вот люди собираются вот такие же саданутые как и мы такие же цветанутые да и всегда есть кем посоветоваться и спросить когда в одном направлении кто-то больше интересуется кто-то в другом и вот вместе мы сила да друзья здесь смотри лен пошел вторая фаза роста у дошнофилом отдавал челистник видишь какой это у него листопада да вот это сейчас от листа падет старенькие листики и пойдут вот здесь вот опять новые видишь сколько заложил должны ветки начаться у него здесь же лен помнишь у меня вот софт кара смогу не видишь как она разрослась и вон пошла тоже у точка роста новая то есть она за лета до 23 прироста в тени но мы почему вам показали сейчас эту магонию при цветниковую потому что лена привезла мне пополнение коллекции моих магоний для сравнения да вот наглядно видно это сорт вулкана вот они отличаются обе узколистные но лист разные да да тоже я давно хотела вулкана будем теперь ее тестировать в нашей зоне как она будет тоже в эту теневую зону пойдет друзья ну вот сегодня такая необычная получилась у нас экскурсия провела ее леночка своими глазами которая сегодня первый раз увидела наш сад а теперь пойдем отдохнем после такого жаркого палящего солнца посидим чайку попьем и пожелаем нашим зрителям до всего самого силы садов красивых цветов до всегда хорошего настроения далее настроение хорошей погоды да и уютного комфортного лета друзья вам всем пока до встречи в саду